Здарова народ! Сегодня я вам покажу наш способен сканер RTEK ELA Lite. Итак, поехали! 3D сканирование ручным сканером занятие несложное. Сканерам необходимо увидеть сканируемые объекты, произвести запись фреймов. Во время скана объекта нужно смотреть в монитора, не на объект сканирования. Важно, чтобы фрейм оставался по возможности максимально зеленым и не менял градиент. Также объект сканирования должен сохранять статичное положение. Сканер может не видеть некоторые области объекта, поэтому процедуру сканирования необходимо повторить несколько раз, вращая объект сканирования примерно до 360 градусов. В моем случае я получил 7 фреймов, это еще не 3D модель. Полученные фреймы необходимо собрать в единую форму. Сборка фреймов происходит в программе RTEK Studio. Для сборки объекта достаточно отобразить пару фреймов и указать минимум 3 реперных точки, примерно в одной и той же области, а после совместить точки. Таким образом собирается весь объект воедино. Перед формированием 3D модели собранный скан нужно очистить от различного орбитального мусора. Следующим этапом необходимо сделать глобальную регистрацию, затем четкую склейку и на выходе получить 3D модель. Но как мы видим, на 3D модели присутствуют различные артефакты и открытые полигоны. Сканер плохо видит темные участки, а также глянцевые зеркальные поверхности. Средствами программного обеспечения RTEK Studio нужно сгладить различные неровности, которые получились в результате не идеально совмещенных фреймов. Для этого в программе есть минимальный набор необходимых инструментов. Я использовал кисти сглаживания. Также нужно закрыть все открытые области на 3D модели и убрать различные артефакты. После небольшой подготовки модель можно портировать в любой 3D редактор для дальнейшей удобной работы. Я же использовал редактор Blender. В Blender я расположил модель относительно нулевой координаты CXY и зашел в режим скульптинга. Как видите, на модели имеется некоторое количество незаконченных деталей, которые нужно привести в логический вид. Для этого в Blender имеется богатый набор инструментов, благодаря которому я придал объекту детализацию и законченный вид. Процесс несложный, он подобен лепке из пластилина. Многие из вас, как и я, в детском саду лепили белочек, зайчик с модями и прочие поделки. В этом деле нужен небольшой опыт ориентации в виртуальном 3D пространстве, несколько горячих клавиш и назначение кистей. Я в скульптине профиль, но мне хватило нескольких часов, чтобы на практике разобраться, как работает скульптинг. Модель подготовлена для печати на 3D принтере. Кстати, если нужна детализированная печать, то сетку самой модели можно не оптимизировать, а ставить как есть. В качестве примера можете увидеть оптимизированную модель. Здесь примерно 300 тысяч полигонов. И неоптимизированная модель с несколькими миллионами полигонов. Сейчас отправим модель в печати и в конце покажу, что получилось. 3D модель скана я выиграл на сайт Sketchfab. Ссылка будет в описании. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok